Ясная морозная погода, которая пришла в наш регион, веселит далеко не всех жителей. И дело не в том, нравится кому-то зима или нет. Просто если дома нет отопления, едва ли будешь радоваться наступлению самого холодного времени года. По крайней мере, так настроены обитатели одного из коттеджных поселков под Тверью. Когда обитатели этого поселка въезжали сюда, они не думали, что с наступлением холодов их жизнь превратится в кошмар. Все началось около месяца назад. Когда над регионом пронесся ураган. После аварии, которая была в городе Тверью, ввиду ураганов, у нас было отключение электричества. И после восстановления электричества у нас напряжение в поселке не соответствует госу. Напряжение в поселке в некоторых домах достигает 130 вольт. То, что напряжение далеко от 220 вольт, жители нам тут же продемонстрировали. Когда стали разбираться, выяснилось, что местный трансформатор не рассчитан на такой большой поселок. В акварели, как никак, а 283 участка. Большая часть уже застроена. Трансформатор несоответствующей мощности стоит на распределении электричества на наш поселок. И в связи с этим сильно падает напряжение ввиду очень большого количества потребителей. Нас обеспечивают электричеством МРСК, то это их привилегия заменить трансформатор. В МРСК-центре менять трансформатор не отказываются. Однако назначили уж слишком протяженный срок – до октября будущего года. На вопрос жителей, как же им тогда зимовать, в компании дали оригинальный совет. «Начальник МРСК посоветовал просто топиться по очереди по 10 домов. Он сам признал, что не хватает мощности в трансформаторной будке в нашей. И говорит, что я могу вам предложить – топитесь по очереди». Однако дело не только в отоплении. В загородном поселке нет ни централизованного водоснабжения, ни газа. Поэтому на электричестве завязано все. Например, насосы, качающие воду, они тоже работают при напряжении в 220 вольт. Ну или хотя бы в 200. «Очень много маленьких детей в каждом доме. Один, два, три ребенка в любом случае есть. Сами понимаете, надо всех накормить, напоить. Малышей надо и подмыть. Ну а как это сделать, если электричества нет? Все абсолютно на электричестве». Сейчас люди настроены подать в суд на МРСК центра. Может, хотя бы служители Фемиды заставят компанию поменять трансформатор в самое ближайшее время. Ибо, как говорили в одном сериале, зима близко.